Мы так разговариваем. Приближается День Святого Валентина, День романтики и любви. В каждой стране этот праздник отличают по-разному. Существуют некие традиции, которые отличают страну, одну страну от другой. Например, в Италии, в стране, в которой по легенде этот праздник и зародился, прилипают одарить разные подарки, будь то цветы или сладости разные. Также пришла традиция дарить анонимные валентинки, что придает некой загадочности к этому празднику. Во Франции, которая и считается страной романтики и любви, часто люди устраивают разные конкурсы на самый длинный поцелуй или самую долгую серенаду о мая любимой девушке. В Великобритании дарят подарки не только своим любимым, возлюбленным, а и питомцам. То есть, если и люди получают разные сладости, то и собаки получат какую-то игрушку. В Японии, в стране восходящего солнца, люди, мужчины решили, видимо, сделать этот праздник своим, потому что это у них считается День Мужчин, поэтому женщины дарят праздники своим мужчинам. В Нидерландах это как удивительная страна, такие же у нее удивительные традиции. Там девушка может сделать предложение своему парню, и ему нет смысла отказываться, потому что ему придется дарить ей шелковое платье. В Канаде, в стране, где, в принципе, чем-то похожи традиции на Голландию, тоже девушка может сделать предложение парню, но там все карается намного страшнее, чем просто шелковое платье. Там придется платить или штраф за отказ, или тебя могут даже посадить в тюрьму на неопределенный срок. Вот такие традиции я расскажу вам об этом празднике. В принципе, это все. Субтитры создавал DimaTorzok